Добрый день, друзья! С вами Александр Винокуров, преподатель под духовным инструментом, кларнет, саксофон и флейты. И сегодня я продолжаю мой курс обучения на инструменте кларнет для начинающих, для взрослых. И я сегодня даю этот урок для моих учеников, которые уже освоили первую октаву, вторую, переход с си на до. И дальше у них это уже получилось. Они занимаются онлайн, смотрят мои уроки и задают мне вопросы. Я для них разъясняю, даю им указания и шаг за шагом мы достигаем результата. Для тех, кто сегодня видит первый раз, смотрит мой канал, еще не подписан, не знает, я объясняю трудные места, показываю правильную аппликатуру и вы можете по моим пальцам, я буду делать такое сейчас видео, чтобы вы могли по пальцам смотреть. Самое важное, это моторика наших пальцев, да, как мы держим пальцы на инструменте, как работают наши мизинцы. Это, на это я обращаю очень большое внимание, потому что если наши мизинцы вот так вот стоят вверх, да, то рука не может быть в правильном положении, у нас зажимается сначала кисть, потом зажимается локоть, зажимаются плечи, шея, и весь губной аппарат, вследствие нет дыхания и звук не получается. Поэтому потом приходит ошибка на концертах. Поэтому самое главное, это наше положение пальцев. Как они у нас лежат на инструменте, как они закрывают клапана, и на это я обращаю большое внимание. Конечно, мой урок всего 10 минут, и у нас с вами, да, и я не могу все ошибки вам показать, но когда мы встречаемся с моими учениками на онлайн занятиях, то естественно, что я работаю над каждой ошибкой, и стараюсь ее показать, и в дальнейшем мы могли это избежать. Но сегодня я покажу свою методику, и как правильно нужно поставить пальцы, потом мои ученики просматривают мое видео и стараются повторить. Вы можете видео останавливать и так за тактом учить. Итак, первое произведение сегодня, это будет такое классическое произведение, стандартное. Ее дают всем начинающим акклернетистам. Это Вебер, композитор, который написал очень много концертов для кларнета. И сначала, пока мы не можем еще играть концерты или вариации, или интродукции Вебера, мы играем вот его произведение из волшебного стрелка. Значит, марш из волшебного стрелка. И второй это будет Шуман. Шуман, веселый крестьяне. Итак, мы смотрим с вами. Я играю, как обычно, сначала просто это произведение, кусочек, а потом мы смотрим, как я ставлю пальцы. Тут очень важны переходы Си-До, да? Когда мы Си-До закрываем, мы не высоко поднимаем пальцы. И также сегодня будет тема этого стакката, когда нужно язычком ударять по тросточку, да? Как молоточком. И контролировать каждый палец и каждый звук, чтобы язык и палец были одновременно, да? Чтобы не было так, чтобы язык убегал, а палец запаздывал. И я потом покажу, как нужно учить трудные места. Итак, начинается с ауфтакта, с нотки Д. С нотки Ре, и этот тональность у нас соль мажор с одним диезом. Итак, при знаке у нас есть Фа диез, и тональность у нас, как я сказал, соль мажор, и две четверти, поэтому мы должны делать акцент на первую нотку, первую долю в такте. Давайте еще раз посмотрим. Ауфтакт будет Ре, и потом Соль. И снова Ауфтакт. И вот у нас есть первое сложное место, когда мы должны с ра гамму соль мажор от нотки Соль до Ре, вверх. Чтобы ее выучить, нужно срать от Соль до нотки Ре вверх, а потом вниз. И вниз. Но также я еще учу, что у нас немножко сложные места. Вы можете учить и поменять штрихи. Мы сейчас сыграем это же место, два леката, два стакката. То есть две нотки были леката, а потом две нотки стакката. И опять же такое сложное место, которое было Си до Си ля. Вот это два сложных места в первой части. Посмотрим вторую часть. Она идет очень простая. Там четверть, две восьмых. А также идет Ауфтакт. За такта. И снова Ауфтакт. Нотка Ре с Си. Вы обратили внимание, когда я играю Си ля соль ля, я не поднимаю правую руку. Я ее оставляю внизу, ну, закрытым клапанами. И у меня работает только левая рука. Смотрим еще раз это место. Вот, пробуем так, не поднимая все пальцы обеих рук, играем Си ля соль ля, только одной левой рукой. И дальше опять у нас будет за такт нотка Ре. И такой ритм мы уже с вами. Восьмая, две шестнадцатые. Как видите, я вам сейчас сыграл две шестнадцатые, восьмая, другой уже ритм, да? И стакката, и, как бы, легат, и стакката разными штрихами, чтобы вы смогли поучить. И, как бы, мы учим, да? Один у нас был с вами ритм восьмая, две шестнадцатые, или две шестнадцатые, восьмая. Это были сложные места в произведении Вебера. Сейчас мы посмотрим с вами Шумана. Это уже другой композитор, да? Но веселый крестьянин, да? То есть мы должны показать, что нам, конечно, немножко весело настроение. И тут будет другая сложность. Тут будет Си бемоль, да? Си бемоль, вот нам нужно взять пальцы, вот так вот сделать. Обычно, когда вот Фа, потом Си бемоль, да? Если Ми си бемоль, можно перекатывать, да, вот этот палец. А Фа мы не должны высоко поднимать. И вот первый у нас с вами интервал, это квартал, До, Фа. Вот До, Фа мы играем, и высоко не поднимая пальцы. Нам нужно сделать чуть-чуть движения наверх. Слушаем. А уфтакт. Вот тут будет у нас сложность два места, да? Это будут переходы Си бемоль, Соль, До, Си бемоль и Ля, Фа, До, Ля. И наша задача не высоко поднимать пальцы. Вот только за этим я прошу следить, потому что, когда мы занимаемся уже с учениками несколько занятий, тогда мы уже поставили хорошо пальцы, у нас моторика пальца развита, и мы занимаемся уже, что мы учим фразировку, мы учим нюансы. Сейчас мы должны только с вами посмотреть, чтобы наши пальцы не высоко поднимались, да? Давайте просто проиграем сейчас сложные места, вот эти переходы. Си бемоль, Соль, До, Си бемоль, Ля, Фа, До, Ля. И потом пошла музыка вниз. А дальше мы повторяем все сначала. И, конечно, после Ауф-такта нужно делать ударение на первую ноту в такте, после тактовой черты. Это будет, тут будет До, Фа. После До, Ауф-такта, Фа. Вот пошла музыка наверх, да? Си бемоль, Ре, Фа, Ре. Если музыка поднимается наверх, мы должны делать крещендо. Тогда мы сможем сыграть верхние звуки. Вот мы должны также понимать, что если музыка идет наверх, мы делаем больше звука крещендо. Если вниз, мы делаем легато, мы делаем пьяно, да? То есть уменьшение звука. И звучит тише. Потому что уменьшение напора. Вот сегодня были два таких произведения с небольшими такими сложностями, я вам показал. Стараемся не поднимать высоко пальцы и следить. Медленно разбираем и учим. Играем перед этим произведением. Играем гамму Соль-мажор и играем гамму Фа-мажор. Кому сегодня было интересно, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте мне вопросы, пишите комментарии под видео. С вами был ваш педагог Александр Винокуров по духовым инструментам.